Это тоже наш автор, который участвует в этом проекте. Поэтому, может быть, что вы нанесите там вкладку? Я сейчас выключу, чтобы я мешал вам. Я делаю этот текст. Сергей Владимирович, вы сами представите, если кто-то не верно вам скажет. Ну, прежде всего, я хочу выразить глубокую признательность организаторам этого проекта за то, что вы сделали все из них проекта. И мне очень приятно и почетно, что я таким образом тоже за него вошел. Тем более, почетно, что люди, которые здесь находятся, хотя меня не знают, но я-то их знаю со студенческих лет. Владимир Маркович, Маркович, я не знаю. Сначала я ссылался на его работы, теперь и мои аспиранты ссылаются на эти работы. Так что у меня несколько... Ну, не знаю, что получится. Ну, у нас приятная компания. Я из Воронежа. Я работаю в двух университетах. Потому что, значит, Воронежском государственном университете и Воронежском государственном председательном университете. Заканчиваю я Воронежский университет. Ну, наверное, Борису Симонфеевичу Додову, вы знаете, он был моим учителем. И, собственно говоря, движение Клермонтова началось в университете с него. Но, хотя, конечно, это то, что уходит в детство, не в каких-то формах здесь, оттуда, на самом деле. Вот, все это завершилось, ну, сначала кандидатской инвесовой Герцине, а Топольской, а Гермонтове. Книга вышла в 2004 году, уже достаточно давно. И с этих пор, в общем, я периодически возвращался к Гермонтову, но, надо сказать, что ничего существенного нового не было сделано за этот период. Поэтому то, что я буду читать, это уже такое, отстоявшийся и несколько, такой материал, от которого я немножко отошел, потому что после Гермонтова были и другие авторы. Тема доклада на его «Путь к отцу» поэма Гермонтова «Путь к отцу». В поэме Гермонтова обращает на себя внимание одно странное обстоятельство. В мечтах и грезах на цире о родине нет места в образу матери. Манящая его к себе чудный мир, тревог и битв – это дом отца, соотнесенный с небом и с его символической атрибутикой. Местом цире там, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Мир отца – мир, который культивирует мужественность, его узаконенные традиции высочайшей ценности, сила, оружие, война, слава. О матери им цире не вспоминает. В поэме слово «мать» звучит один раз, и то не отдельно, а вместе с именем отца. Я никому не мог сказать священных слов отец и мать. Все помыслы героя сосредоточены на том, чтобы найти путь в поднебесный край отцов. Кстати говоря, слово «мцире», насколько я знаю, на грузинском языке означает не только «веслужащий манат», нечто вроде «послушника», как это комментируется, но и «маленький». И это его значение в поэме также актуализировано. Душевица судьбой манат. Поэтому для маленького «мцире» дорога к отцу – это еще и дорога к взрослой жизни, дорога к обретению мужской самодостаточности и, соответственно, к изменению своей монашеской судьбы. Однако путь к краю отцов лермонтовский герой, как известно, не найдет. Все его усилия окажутся напрасными. Что же мешает им цире достигнуть своей цели? Обратим в этой связи более пристальное внимание на предпосланные поэме «Эпиграф». Стату из Ветхозаветной первой книги «Царство». «Вкушая вкусих мало меда, и сиас умирает». Обычная связь с содержанием поэмы трактуется предельно обобщенная и широко. Мед – символ жизни, жизнелюбий цирь. А между тем, на использовании Лермонтовым именно этой еврейской фразы определенное влияние, по всей видимости, оказало и то контекстуальное поле, которому она принадлежит. В самом деле, не является ли заданное в поэме коллеги неким символическим переосмыслением рассказа о сыне царя Саула, юном воине Иоаннафане, который нарушил царское, а главное – отцовское, заклятие, запрет прикасаться к пище до окончания битвы, и был приговорен к смерти. Во всяком случае, даже самое первое приближение к библиейскому тексту свидетельствует о неподлежащей сомнению ситуативной синонимичности между ним и в самом общем виде лермонтовским отцовско-сыновьим сюжетно-тематическим комплексом. Отец, наказывающий нарушившего его волю сына, ситуация для Лермонтова столь же типична, как и ситуация, при которой сын оказывается невинной жертвой, несправедливо отрушившего на него свое вне отца. Библиейская история любопытна для нас, прежде всего тем, что виновный, хотя и не умышленно перед своим отцом Иоаннафан, окажется правым, хотя я не знаю этого, перед Богом. По имени Лермонтова две точки отсчета. Умцири как бы не одна, а сразу две отчизны – горы и монастырь. Намек на такого рода бинарности, насопряженный с ней коллизию, можно усмотреть в первоначальном черновом варианте эпиграфа, утверждающем как раз обратно, не буду читать по-французски, это звучит так, у каждого бывает только одно отечество. И действительно, монастырское положение Мцелева, обязывающее его служению Отцу Небесному определяет ему и второе, пусть и невольное гражданство. Стоит ли напоминать, что такое двойное гражданство – положение типическое для лермонтовского человека, ощущающего себя жертвой некой роковой воли, по непонятным причинам изменившее его место жительства. Ну, сравните хотя бы «Я здесь был рожден, но не здешней душой». С такой изначально заданной расщепленностью у лермонтова связаны мотивы двойной жизни, две жизни в нас до гроба есть, двойной смерти, две смерти не так нам страшны, как одна, обреченности на промежуточное существование между Небом и Землей, Родиной и Отчизной, зависти ко всему тому, что не знает подобных страданий. Облака, волны, птицы, что обладают таким естественным и свободным ходом. Вечно холодные, вечно свободные, нет у вас Родины, нет вам изгнания. Эти мотивы обслуживают у лермонтова самые разные переживания. Лермонтовский человек может воспринимать свое положение как положение существа, так и не сумевшего, примириться с произошедшей подменной и звуков небес заменить не могли ей скучные песни Земли, и как положение страдальца, обреченного на вечное одиночество и скитальчества в стране изгнания, и как положение того, кто не только принял, но и полюбил свое чужбинное пристанище за страсти и мучения, которые в нем нашел. И нет в душе довольно власти, люблю мучения Земли. Есть у Лермонтова и еще один, относящийся к этому комплексу, мотив, связанный с возможным неузнанием изгнания при его встрече с давно покинутой им настоящей отчизной. Например, стихотворение «Спеша на север и сдалек». Боюсь сказать, душа дрожит, что если я со дней изгнания совсем на родине их забыт. На июль там прежние объятия, старинный встреч или привет, узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет. Реакция родины отчизны может быть выражена более сильным образом. В поэме «Измаил Бей» возвращение героя к родному краю завершится полным провалом. Отчизна оторвнет его от себя, как отступника. И главная причина такого отношения «непризнательной» отчизны к своему сыну кроется в его, пусть и невольном, но все же некогда произошедшем от нее отступлении, о котором прямым образом в поэме будет сказано устами ее главной героини Зары. Она скажет так. «Ты от земли своей отвык. Ты позабыл ее язык. Зачем спешишь к родному краю? И что там ждет тебя? Не знаю. В черновых вариантах Мцири есть такой фрагмент. Погружен он в грезы Берри. Берри – первоначальное имя героя, как известно. Представляется его встреча с отцом. Весь образный строй этого отрывка нацелен на то, чтобы продемонстрировать отчужденность героя от мира, к которому он некогда принадлежал. Контрастное сочетание в этом эпизоде статики и динамики создает, можно сказать, достигающий кинематографического эффекта картину. Герой неподвижен, а мимо него, не останавливаясь, проносятся с невыразимой быстротой табуны лошадей. Лошадей небесных и лошадей земных. И перед собой видел я большую степь. Ее края тонули в пасмурной долине, и облака по небу шли косматой бурной толпой с невыразимой быстротой. В пустыне мчится не быстрее табуны спуганных коней. И вот я слышу, степь гудит, как будто тысячу копыт о землю ударялись вдруг. Гляжу, с боязнью вокруг, и вижу, кто-то на коне. Взвивая прах, летит ко мне. За ним другой и целый ряд. При этом отцовские всадники смотрят на пришельца не как на своего, а как на достойного презрения чужака, монашеское облачение которого у них, ведущих бранную жизнь воинов, может вызвать только громкий смех. Их бранный чуден был наряд, накаженный был стальной шелом, обернут белым башлуком, и под кольчугую надет на каждом красный был бешмет, сверкали гордые глаза. И с диким цивилистом, как гроза, они промчались близь меня, и каждый, наклоняясь к коня, кидал в презрение полный взгляд на мой монашеский наряд, и с громким смехом исчезал. На жестокий упрек отца и призыв следовать за ним Берри ответить не сможет, он будто прирастет к земле. Вот цитата. «Последний ехал мой отец, и вот кипучего коня он исходил против меня, и тихо приводняв башлук, открыл знакомый бледный лик. Осенней ночью был грустней, недвижный взор его очей. Он улыбался, но жесток в его улыбке был упрек. И стал он называть меня с собой, моя могучая рукой, но я как будто бы прирос к своей земле. Без дум, без слез, без чувств, без воли я стоял и ничего не отвечал». В окончательную редакцию поэмы эпизод встречи с отцом не вошел, а между тем, по первоначальному замыслу, он, видимо, должен стать вторым звеном в предсмертных грезах героя. Если второй сон был об отцовском и мужском, то включенный в печатную редакцию первый – сон о материнском и женском. На органическую общность этих двух эпизодов указывают им внутренние параллели. В грезах об отчизне отец появится феррицинным монахом в окружении своих братьев, так же, как золотая рыбка своих сестер. Отец будет звать сына следовать за ним, золотая рыбка будет называть его «Дитя мое» и просить остаться с ней. «Дитя мое, останьте здесь со мной, в воде привольное житье и холод и покой». Символическая в тектонике пресмертного бреда призыв отца и призыв матери могут означать только одно – это зов и призыв смерти. Отец пристанет к плитинам с бледным ликом и неподвижным взором, а холод и покой подводной идиллии будут ожидать им сырье и в могиле, там, где страдание спит в холодной вечной тишине. Погружение на глубокое дно лезиной речки на языке архетипической символики одно из выражений акта возвращения в материнской лоны, ассоциирующейся с водной стихией и всегда амбиломентные из материнского лона выходят, но в него и возвращаются манила, перевернутый аналог материнского чрева. Сюжет поэмы замкнут в безысходное кольцо, и не зря монастырь, в котором герой обретет последнее свое успокоение, помимо мужской, атрибутики имеют отчетливые женские коннотации. Охрана, защита, презрение – все это Лермонтово устойчиво связано с началом материнским. К тому же монастырь сопряжен с святущей Грузией образом так женским, а отчизна с суровым Кавказом образом мужским и отцовским. Не случайно в грезах об отце герой не сможет последовать за ним, он будто прирастет к удерживающей его от этого сырой матери земли. Ну и как будто прирост к сырой земле. Следовать за отцом Берри не дает, разумеется, не его, так сказать, формальное несоответствие своему миру. Дело, конечно, не только в его монашеском наряде самом по себе, а нечто другое. Монашеская жизнь оставила на нем более глубокий след, произведя внутренние необратимые изменения в самой его природе. Она сделала его чужим среди своих по существу. Неизгладимый отпечаток монастырь наложит и нам цири. Монашескую судьбу этого своего героя Лермонтов упадет в судьбе темничного цветка, лучи желительного солнца, для которого окажутся губительными. Темничная болезнь коснется не только телесной, но и душевной организации цири и оставит на ней свой неизгладимый след. Напрасно грудь полна желанием и тоской, то жар бессильный и пустой игра мечты болезнь ума на мне печать свою тюрьма оставила. Таким образом, мотив, инспирированный телесной слабостью, болезни ума, с особой силой прозвучавшей в прозаическом отрывке, я хочу рассказать вам, откликнется и в поэме. Вся свойственная этой болезнь симптоматика, вызванная игрой мечты, грезами и воображениями скрытый огонь обнаружится и у цири. Как и его прозаический двойник, который в продолжении мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, привыкнет с помощью душевных грез побеждать страдания тела, представляя себя волшим разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, цель будет насыщать пожирающего его червя страсти. Я знал одну лишь думы власть, одну, но пламенную страсть, она как червь ко мне жила и сгрызла душу и сожгла. Насыщать мечтами о битвах чудных и победах. Погасить эту огненную страсть стало бы возможным только тогда, если бы он смог утолить ее голод пищи невоображаемой, а действительно, этот Майзив найдет свое преломление в герое нашего времени. Однако Мцири была готова иная судьба, сделаться жертвой живущего внутри него огненного червя, который, не насытившись нежью воображаемой, этой малой толикой действительных яств, которую судьба предоставила герою в течение трехдневной его свободы, вкушая вкусик малый мед, прожжет само скрывающее его тело. Этот пламень с юных дней таясь и жил в грузе Майере, но нынче пищи нет ему, и он прожег свою тюрьму и возвратился вновь к тому. Если герой от прозаического отрывка отрывка, я хочу рассказать вам, грезы пламенного воображения уводят от действительной жизни, то Майере уводит от действительной, можно сказать, несколько начин. Игра мечты и болезни ума уводит его от действительной розни, разъедающей душу и тело воображения, томления и тоска, будучи непременными спутниками темничной болезни души и ума, для дикой отчизны Мцири являются даже более чужеродными элементами, чем монашеское одеяние Берри для отцовского воинства. Необратимость изменения тот рок, который преследует чуть ли не всех лермонтовских героев и предопределяет их суть. В мире Лермонтова есть ли что-то случается, то окончательно бесповоротно. И изменить однажды свершившиеся не дано никому. Оказавшись вне родных горы Мцири уже никогда не сможет к ним вернуться, точно так же, как не сможет вернуться к заоблачному раю и демон. И тот и другой выпали из своего пространства, стали другими. И потому Мцири, сделавшийся послушником, не сможет возвратиться на свою родину, а демон, переставший быть ангелом, на свою. Идея невозможности перемены, невозможности возвращения в прежнее состояние отчетливо выражена Лермонтову уже в одном из самых ранних редакции Паймы Дем 1931 года. Но, впрочем, он перемениться не мог бы. Это был лишь сон. Заметим, что лермонтовские сюжеты зачастую и выстраиваются по одной универсальной модели. Героям предоставляется попытка повторного изменения, возрождения, только из-за того, чтобы еще раз дать ему возможность убедиться, убедиться, вынесенный ему приговор окончательно, и обжалованию не подлежит. Все попытки изменить свою жизнь и для Мцири, и для Зимы, и для Арбени заканчиваются полным провалом. Хотелось мне произвучить из уст так и не откликнувшегося на зов любви Мцири. Образ сотканной из тени и света грузинки молодой, ее мир весь проникнут эротической и домашней символикой. Легкая, скользящая, костюль к героине, глубокий, обещающий тайны любви мрак очей, безыскусственно живой и сладко вольный голос, созвон обливающийся в кувшин струя, сапфи, расположенные в прохладном гле, со струящимся от плоской кровли голубым дымком. В ночном молчаливом мире, мерцающей, как путеводная звезда, сапфи будет призывать лермонтовского героя следовать по пути любви и на этом пути обрести свою собственную очистку. Знакомый сапфи огонек, кто трепетал, кто снова газ, на небесах полночь нечасто гаснет яркая звезда. Хотелось мне, но я туда взойти не смел. Я цель одну, пройти в родимую страну, имел в душе и превозмог страдания голода, как мог. Превозмог страдания голода в этом контексте в перспективе, заданной эпиграфом, может быть прочитано и в физиологическом, и в метафорическом ключе. Цель не утовит ни голода в буквальном смысле этого слова, ни голода, вызванного любовным томлением. Он будет идти к поставленной цели, я цель одной, не обыше, с маниакальной послушностью. Может быть, именно из-за того, чтобы привнести этот оттенок послушности, Лермонтов переменит свое имя героя. Вместо Берри монах назовет Мцири послушником. Подобно тому, как подданные библейского царя Саула не смели вкусить пищи до победы над врагом, если снова провести аналогию с библейским текстом, так Мцири до достижения отчизны. И хотя в отличие от нарушившего отцовский приказ Иоаннафана Мцири будет следовать запрету до концерта, цели он так и не достигнет. Не случайно, конечно, что сбиваться с пути, терять из виду горы, ведущий его к цели ориентиру, Лермонтовский герой начнет сразу же после того, как не последует за призывающей его звездой любви, хотя пустится к своей цели дорогой прямой. Но скоро в глубине лесной из виду горы потерял, и тут с пути сбиваться стал. Далее последует непроницаемая стена леса и схватка с Барсом. Последнюю обычно трактуют исключительно в героическом плече. Однако не случайно, что путь в край отцов для Мцери окончательно оборвется в тот момент, когда герой в полной мере продемонстрирует свою готовность к героической мускулинной жизни. Не зря в той же точке сюжетного и смыслового пространства поэмы своего апогея достигнет мотив одичания и сопутствующий ему мотив жажды крови. Сердце вдруг зажглось жаждой борьбы и крови. Во время своего бегства Мцери с упорным постоянством будет отмежевываться от всего того, что связывает его с человеческой жизнью, с монашеской судьбой, от которой он тем самым пытается избавиться. Я сам, как зверь, был чушь людей и полз, прятался, как змей. Я был чужой для них на лет, как зверь степной. В схватке с Барсом цель как будто осуществляет желание своего чернового предшественника Берри и превращается чуть ли не в буквальном смысле в вольного зверя. Сравните, как это сказано в черновом Берри начальной редакции. Когда я был хоть и вольный звер это Берри, я не томился, как теперь, души болезнью и немой. Я вытаскал врага и бой. Я необразом умер. Забытый героем в этот миг человеческий язык замещает дикие звуки. И я был страшен в этот миг, как Барс пустынный, золый, дик. Я полуменел, обижал, как он, как будто сам я был рожден в семействе Барсов и волков под свежим полком лесов. Казалось, что слова людей забыл я, и в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к иному звуку не привык. С точки зрения символики поэмы, не является случайным и то, что схватка с Барсом происходит на поляне, окруженной непроницаемой стеной леса, который психоанализе толкуется как один из символов бессознательного. Превращением цири в вольный зверь в достижение той крайней степени одичайнина, который человеческое уступает бессознательно-телесному. К изоляции и одиночеству Лермонтовского героя приводят именно путь отчуждения от человечества и любви, путь их поражения, оборачивающегося утратой возможности видения родных гор, а значит о своей просветленной целью. Восвятив себя отцовскому, мужскому, цель до самого конца своей короткой жизни так никогда не вкушит меда любви, пройдет мимо дарованного ему возможного пути к счастью или лучше сказать не сможет вкусить и не сможет не пройти мимо. дарунок очень превосходно таки образы возникают когда вы читали секс я что-то сильно образовываю не мимо странно закономерность червь что-то холодная и мокрая проводится параллель с пылающим медицином вы не обручали на я знаю что этот червь он тоже гимнерийский чек он оттуда взят у меня в книге это есть это должно быть реализировано это оттуда это на столько весь проник на гимнерийский как известно это не связь метафор физиологии нет это вот там есть несколько планов то это другой наверное как-то все присутствует позвольте мне сказать несколько стов если вопрос можно пожалуйста Сергей Владимирович у меня такой вопрос вы очень хорошо развивали эту идею маскулинности цели и не связано ли вы не задумывались вот это ваша концепция с особенностью рифмовки значит поэмы то есть использование мужских плавозум сильных я об этом не думал в этом слаб прямо чем вы не мужские рифмовки было бы интересно конечно если есть такая и на этом уже закономерность но если я в этом сильный стих да это интересно конечно если ритмика и работает тоже на этом таким образом и и и и и кстати говоря я бы хотел взаимозаменяться, например, я такую логику веду, отталкиваясь от его странных стихотворений, у меня есть и не раздел, а чудная идея, мёртвая идея, которая появляется неожиданно, это в первой любви, я видел женский лик, он охладен был как лёд, или я делал расливый весёлый вихри бал, казалось, мне она понравиться желал, а чьей приветливость и очень и груди полнота всё-всё наполнило моим очарованием, и тут три когда-бы, преграждающие путь к этой живой областительной идее. Когда бы совсем иметь бессмысленным желанием я не был угнетён, когда бы предо мной не пролетала тень с насмешкой пустой, второе когда-бы, и третье, когда бы я мог забыть черты другие, лицо бесцветное и взор ледяный. И вот этот лик, он появится и в шеде примерно, да, нет, я тебя так пылка и люблю, вот сквозь живые черты, до конца просвечиваются пустой гены и взор без огня. Так вот, он, эта ситуация, смотрите, совершенно не для цели, да, имеет место быть, потому что, вот он путь к живой прекрасной областительной деве, грузинке молодой, надо сделать один шаг, но есть то, что преграждает, да, на цели это сделать. И в данном случае, это Родина, которая, как тот самый лик чудной девы, с устами без слов и взорами без огня, не отпускает его от себя и не даёт возможности, да, сделать шаг навстречу вот этой самой живой Эбольси, и он идёт в другую сторону. То есть, видите, здесь и такая логика возможна, и они, видимо, каким-то образом соприсутствуют, или не знаю, какой слово подобрать, но соприсутствуют даже. У меня такой вопрос. У меня впечатление всегда от Лермонтовской поэзии, даже и прозы, что он целенаправленно вообще движется к смерти, и у него вот такой бесконечный диалог, можно сказать, со смертью в разных образах. Вот на ваш взгляд, это действительно сознательный такой вот шаг к Лермонтову, он вполне это осознаёт, он вполне это делает, или всё-таки это образы такие больше поэтические, символические образы, которые решают какую-то другую глубокую проблему его, или это такое вот совершенно решительное, осознанное отношение к смерти, как поиску бесконечного вот такого, да, с ней общения, наверное, опыт, как вот Вы считаете? Я не управляюсь, потому что я почему-то так и не думал, никогда в эту сторону, и… Ну у Вас вот лично, которое считается, что это сознательно будет, или это больше не привезут от страха? Как будто он сознательно её преследует в свою собственную смерть. Наверное, конечно, это в герой жизни, ищет какого-то диалога, ищет ответ от него. В один прекрасное утро я родился, и я умру там, да. Ну да, он же… Реган-то летел из природы. Да, я умру. Да, я умру. Да, конечно, да, это когда ты… ну это герой времени, когда ты совсем уж потерялся, да. Ну вот это того, что он не понимает, и боится его, и мне кажется, что у него такой сознательный опыт, он хочет его пережить, как будто бы с жизнью общаться со смертью. То есть, какая разница, я бываю, то есть, смерти ещё нет, но она уже всегда тут. Нет, ну то, что он ощущает её близость всё время, это, да, он всё время на коротком от неё расстоянии. Да, ещё сам не убирается. У меня, в общем, если… Да, ещё не заигрывается ей. Да, сознательно её, да, сознательно её, как бы, призывают. Да, ещё и заигрываются. Всего подросткового, я не знаю. Ну да, как бы искушают, да. Даже, да, если получается, что он говорит в моменте рождения, в моменте смерти, он всегда говорит о промежутке времени уже, бытия, то есть не только смерть, но ещё и рождение вместе. Да. Это не только граница, конечно, но граница иначальная, определённый промежуток. Он старается выдать парадокс. Да. Кто-то уже не плюет. Кто-то уже не плюет. И она у него, конечно, женский образ смерти имеет, да? Только это не героическая какая-то особенность. Почему ангел есть в смерти в поэмах ранних, где он там… Азраиль? Да. Вот смерть, ну, есть ранние стихии, да, вы помните, смерть – один, смерть – два, смерть – три. А там одна и та же ситуация – душа. Вот та же ситуация, в которой им цирь будет разыгрываться, улетает от тела, поднимается наверх, и вдруг ей приказывают, приказания могут быть разные, либо к ним развертывается перед душой, либо голос приводит – пойди и возвратись на землю. И душа возвращается, как Мцири возвращается, к родине, и пытается дыханием согреть там ужасную карфину рисую, потому что душа обидит разлагающееся тело. И пытается своим дыханием ее согреть, эти останки. И тут же звучит то же самое напрасно, которое звучит и Мцири – напрасно. Невозможно вернуться. Вернуться нельзя никогда. Поэтому смерть страшна тем, что она отсекает вот эту возможность возвращения. Тоже. Да, она ставит в ужасное положение. Опять положение междуна, на которое обречен каждый лерментовский герой, как парус, как и демон, они все в этом… Безвозвращенно. Да, между пространствами пребывают. И поэтому, да. Ну, у него, по-моему, вообще нет, если в «Свестятке», то еще в «Свестерине» говорим, нет опыта, как вот в «Житиях» пишут, например, да, вот о мытарствах души, там, после смерти, да, каких-то. Он это все не описывает. Возможно, у него опыт, конечно, был какой-то в жизни, да, что ему рассказывали эти истории, наверное, в детстве он это и читал, и Библию, конечно, читал. Но у него вообще положительного образа вот той жизни, загробной, у него нет. Да, вот как будто ее там нет вообще. Там, да. В одной стороны, помните, это не смерть. Я хотел забыться и заснуть. Да. Но не всем холодным сном. У него реальности, которая вот в печности взывает, да, в религиозном смысле слова. Возвращая душу на землю, показывая… То есть, получается, как бы она зависает, непонятно где эта душа у него. То есть, туда она вернуться уже не может, а где она, где она может быть помещена? Как Лермонтов, куда она ее помещает после смерти? Где она у него пребывает? Он хочет, чтобы темный дуб вспомнился и шумел, и чтобы… А где душа в это время, получается? Тело-то оно живет… Вы видите, вот это отцу, от этого… Но он везде… И… Потому что и дуб, и отец, и голос… Вот как… Если это будет, то… Больше ничего не… Склонялся, но не отклонялся… Больше ничего не надо. То есть, есть движение, которого на самом деле не может быть. Вот это везде он не может. Даже парус, вот я не знаю, совершенно замечательный в том смысле, что и там это есть, как в ранних драмах, когда героев хочет соединить отца и мать, которые разошлись в разные стороны, и тогда он… Тогда бы он был спокоен, и тогда ни смерть, ни жизнь… Был бы покой, и больше ничего не нужно. И парус, который ищет этого покоя, он ищет бурю только для того, чтобы эта буря смогла соединить небо и море. А небо, где мой отец, броящий в небесах – это отцовское начало, море – это опять Материнисты, буря, которая в Сыне дает возможность парусу обрести покой внутри себя. Понимаете? Вынести… Там такая рокировка очень интересная. Парусу нужно вынести ту бурю, которая в нем, вовне, для того, чтобы обрести внутренний покой. Потому что та внешняя буря, она может соединить верх и низ, и тогда покой будет обретен. Там такой незаметный переход от внешнего к внутреннему состоянию в этом стихотворении. Потому что, да, смотрите, мачта гнется и скрипит – это как будто буря. Да, потом покой, переход над ним, струя, то есть под ним струя спиева, над ним ищет. Кстати, в центре буря всегда подходит. Так вот эта буря – это не снаружи, она внутри. Как я думаю, мачта гнется и скрипит. А снаружи – покой. А ему надо рокировку совершить. Ту бурю, которая в нем вынести наружу. Да, как только он вынести наружу, то покой он будет в душе, потому что буря соединит верх и низ. Это такая ситуация. Даже вот ассоциация возникла. Знаете, вот фильм недавно показывали, который «Оскар» получил «Жизнь пива». Вы смотрели? Вот это же сюжет, тоже литературный сюжет, да? Это роман, где главный герой, будучи мальчиком, подростком, то есть 17-летним, уплывает из Индии, они уплывают в Америку. И корабль, на котором они плывут, вся их семья, родители, брат, там, животных, которых они содержали, у них зоопарк был, попадают в бурю, значит, корабль, да? Корабль попадает в бурю, но он как бы, как обычная буря, все там плывут, да, бывает в Атлантике буря. Но он выходит на палубу и разговаривает как бы с Богом, чтобы вот эту бурю, да, вот она в нем, потому что его насильно увозят, и у него есть какое-то внутреннее там переживание, и он хочет, чтобы Бог показал свою силу в этой буре. Бог ее показывает, он терпит крушение, все погибают, он один остается, наступает покой, да? Да, но покой уже такой, этот вот опыт он переживает, долгое время плывет один с тигром, притом. Тоже вот такие вот, в первом дискомате очень много там пересечений такие. С тигром они в одной лодке, и, как бы, это процесс общения животного, да, с человеком, и он находит себя, вот это тот опыт, он превращает... В борьбе с тигром. Да, в свое внутреннее вот перерождение. Ну а что, более покой, но он здесь параллельно просто, на который можно обратить внимание в драме «Люди стресс», там, «Герои, героини» «Посмотри, как в тихо прекрасен мир вокруг тебя, а в твоей душе бушует буря». Знаете, ну это романтические вещи. Поэтому, вот, я думаю, что так оно есть, честно. Да, 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 да. Внутренние буря, внешние плохи меняются местами. Просто, такая ориентировка не служит. Вполне возможно, наверное. Да. Такой прачи не надеется. А еще, знаете, один мюропритный такой факт «Мошенник смерти» Германа переводит. Из Гейна нескольких створений, среди них они любили друг друга. И окончание в том, что они встретились на душе друг друга, но знали, да. То есть он уходит от оригинала. Вот это его концепция, то есть нет вот этой шелигианской концепции, там, в их любовках слияния двух душ, чувства бесконечности, в том, что даже любовь, которая, как правило, не преодолевая смерть, она приносит это соединение. То есть вот эта концепция, она как-то… Нужно поднять несколько раз любовь, поднять очень высоко, для того, чтобы потом вот так ее не смеять. И я не в порядке герсотертики, мне нужен аналоговский доклад, но в порядке некого, ну, такого полемического сразмышления. Дело в том, что все-таки есть некоторое сомнение, что мы цели идут к отцу, потому что в русской романтической поэзии, поэмом цели включена в традицию, нет мотива возвращения к отцу, но есть мотив возвращения к отцу. Я возвращусь к вам, поля моих отцов, добраво, мирное, священное сердцу кровь. Поля отцов – это не поля отца. Тут есть оттенки. И Родина, которая устремляется в Мцили, как и целый от других образов порядок, конечно, образ многозначен. С одной стороны, как вы правильно сказали, это аул на краю ущелья, это отцовский край и отцовский дом во всей материальности этих понятий. С другой стороны, образ Родины для Мцили совершенно физический. Это идеальный топос. Идеальный топос – блаженная пристань человеческой жизни. Тут двоится значение образа. Что касается эпиграфа, это, конечно, правильно, что вы как-то пытаетесь обдумывать эпиграф в первоначальном библейском, как разоверенном контексте в первой книге Царства. Но я должен сказать, что эпиграф по имену Цири и строится тот редкий случай, когда поэт вносит в эти взятые из священного писания слова совершенно противоположный смысл, смысл совершенно противоположный тому, который есть в источнике. Что мы читаем в первой книге Царства? Царь Саул издает, как бы, такой приказ не вкушать пищи до военной победы израильтянов и филист-тамильянами, а его сын Иоаннафан идет там по каким-то краям леса, видит в лесу дерево с дуплом, чувствует, что в дупле пчелы как-то касается палкой внутренности этого дупла, на конце палки у него оказывается мед, он его съедает, и получается, что он невольно нарушил отцовский и царский приказ не вкушать пищи, и когда становится известно, что он вкусил мед, он потрясен как бы несправедливостью этого суда, этого решения, потому что, во-первых, он вкусил и нечаянно, во-вторых, мед – это не вполне пища, как он рассуждает, за которую можно было бы казнить. Таков смысл. Ну, такая несправедливость ранней гибели, спать случайнее, по неосторожности. Вот смысл этих слов в первой книге царств. Что касается поэма инцили, «вкушая вкусих малую меду, и сияс умирая», это означает нечто совершенно другое. Это означает, ну, как бы эти слова принадлежат инцили, мы чувствуем, что они субъектом этих слов являются инцили. И он говорит, что он прожил слишком короткую жизнь, и в этой короткой жизни он вкусил мало сладости. У него не было наслаждений. «Вкусих малую меду, и сияс умирая». Нечто совершенно не совпадающее с первой книгой царств. А может быть, это такая мысль. Поговорческий мотив – вот он, персонаж. И тем самым он уже не имеет той авторитетности, то есть его легче принять. Дело в том, что… Ну, конечно, можно я тоже… Да. Дело в том, что… Дело в том, что… Тут есть элементеский контекст очень мощный в связи с этим материным насыщением. Потому что герой нашей времени – это испоквозной матери для героя времени, особенно эмпирическое начало человечества. Печерень, который не может насытиться никогда. Да. И он поглощает все, что встречается на его пути. Да. Вот это прямо говорится. Что такое счастье? Это насыщенное гордость. Мотив насыщения – это мощный для Лермонтова. Он не… Понимаете, и, конечно, библейский эпидопон тоже вписывается в эту лермонтовскую систему координат особо могут. Это, конечно, безусловно. Но… Просто ему тоже надо иметь в виду этот контекст. Тогда уж… Общий герой… И еще два изображения. Дело в том, что все-таки песни «Рыбки» сохраняют свою загадочность. Сохраняют свою загадочность. С одной стороны, традиция, которая опирается в яхе, она как будто бы прозрачна. Эта традиция балладной поэзии, перед романтической и романтической балладной поэзии. Здесь, ну, скажем, традиция восходящая гьёд. Балладом гьёда «Рыба» и «Лесной ца». Природные стихии, которые манят, прелещают человека, заманивают в себя и губят его. Вот мотив гибели человека, искушенного природной стихии. Вот мотив баллад гьёды, и как будто бы этот мотив есть и здесь. Но в балладах романтических поэтов об этих природных соблазнах, не только в балладах, но и, скажем, в прозаических повестях, которые разбивались из этой традиции. В майской ночи и утопленнице Бога природные соблазны всегда содержат в себе некое предупреждение о своей гибелице. Там всегда что-нибудь такое сверкает, что даёт понять, что за этим соблазном есть гибелице. Дело в том, что вот этого нету гены. У него рыбка поёт такую песню, в которой нет ни малейшего признаков смерти. А содержание песни рыбки – это любовь. У неё там меняется интонация поэмы, там такая ласкающая интонация возникает. Там неизвестно, куда зовёт рыбка в цели, то ли вечную смерть, то ли на гибель, то ли вечную жизнь и вечную любовь. Да, я понимаю, но рыбка, окружённая сёстрами, у нас есть в других текстах, только она там уже не рыбка. А помните этот известный текст, когда умер мёртвый человек, как это говорит, можно сказать, дмитрий с цифрой, да, и сона во сне, да, что-то приятно. И вот он ему… И вот он ему… Вокруг него, а она в окружении есть тот, этот образ, который окружен, это же параллель к рыбке, который… И там тоже, конечно, смерть. Там смерть, да. Поэтому и тут холод и покой… Традиция поэзии… Романтическая поэзия… Романтическая поэзия… Все это образность романтическую таким образом переламывает, что она совершенно… Начинает звучать совершенно иначе. И последнее. Вы, конечно, совершенно не заметили, что символика, которая была в сцене встречи с грузинкой, эротическая символика, но там есть символика и другого. Это эмблема Востока, эмблематический образ Востока, поэтому пересекаются разные образные линии. Ну, что он нашел… Что он так увлечен был Востоком, да? Ну, он все-таки создавал… Восточный говорит, конечно… Да, да, да. Нет, ну, кстати говоря, это, конечно, не я заметил. Вы давно заметили все эти коннотации. Я просто их включил в тот ряд, который меня интересовал, да, про этот эротерацизм. Ну, это очевидно, это на поверхности. Ну, вот я еще раз обобщаю сказанное, может быть, не очень так уж не скажу, что доклад весьма интересный и несколько даже неожиданный. Вот, открывает новый аспект Фаэма Лермонтова, но вот эти четыре мотива сохраняют свою проблемность. Это мотив… То есть это, прежде всего, сюжетная основа поэмы «Куда идет Инцирий». Вот «Куда идет Инцирий» — это вопрос. Ну, он идет, когда на родину, ну, что такое родина там, это сложное понятие. Потом, конечно, значение эпиков и глубокие расхождение эпиков в английских первоисточниках, значение песни «Рыбки», которая очень расходится с балладной традицией, и некоторые дополнительные коннотации в сцене с Грузией. Вот это я заметил, слушая… Спасибо. Большое. То есть, благодаря этим замечаниям нельзя сказать все про Марк? Мне очень приятно, что мне… Да нет, это романтическое… Удалось снова поговорить о Лермонтове, потому что книга-то была написана уже, слава Богу, 9 лет назад, и у меня с этих пор, в течение 20 лет, не было возможности… Ну, то есть, они были какие-то, но косвенные, а тут напрямую… Так она вдруг из той прошлой жизни поднялась снова, и мне очень приятно, да, что как-то я вам хочу озвучивать. Спасибо, Сергей Иванович. Да, там мы отпустим, так и… Спасибо. Благодарили. Спасибо вам всем. Да. Валерий Анатольевич, тоже у нас один из наших участников нашего проекта. Дорогие коллеги, мой доклад тоже находится в русле моих научных интересов, но не так давно вышла моя омнография литературы и искусства. Интересует проблема синтеза литературы и других видов искусств. И, конечно, прежде всего, то, что мы называем внутритекстовая связь литературой, музыкой, живописью театра, садового парка искусства и так далее. И вот интересно, что в таком же ракурсе вот эту тему литературы и живопись никто не рассматривает. Я хочу её сегодня представить, но, в основном, на материале очень любопытном, в этом плане, любопытного романа неоконченного Евгения Веговская. Итак, литература и живопись – это две стороны художественного дарования Лермонтова. Они дополняли… Я сейчас, прошу прощения, уже чуть… Показывать демонстрацию… Вы хотите как слайд-шоу? Да. Ну, чтобы… Можно было… Ну, наверное, так ладно. Хорошо, спасибо. Всё. Да. Что-то очень большое. Итак, эти два вида искусств дополняли друг друга. Зрительные образы, картины природы, читательские впечатления воплощались в живописные картины, а выработанные изобразительные приёмы, художественное мастерство, в свою очередь, помогали отлить чеканной формы литературные пейзажи и портреты, выразить отдельные мотивы в образе художественного произведения. В отличие от Пушкина, который буквально пересыпал свои черновики за рисовками, Лермонтов рисовал на полях очень мало. Его рисунки, как правило, находятся вне черновиков и являются самостоятельными произведениями. Если кратко проследить историю этого вопроса, то есть обращение к Лермонтову, вернее, изучение живописного наследия Лермонтова и соотношение его с художественным и литературным, то можно убедиться, что современникам не придавали особой ценности живописи Лермонтова, а первый исследователь этой темы в рамке не только не связан его с творчеством поэта, но и считал художественные увлечения поэта забавой, цитируя образцам литературного баловства его времени. Вместе с тем отмечали, что за неуклюжими и неловкими чертами видна романтическая душа поэта. Сейчас, когда художественное наследие поэта в определенной мере изучено, конечно, недостаточно, становится понятным, как поверхностно несправедливо оценивало в рамках художественного дарования Лермонтова. Впервые в статье Белявского «Лермонтов художник» вопрос о живописном наследии поэта был наконец поставлен как научная проблема. «Сопоставив несколько литературных и изобразительных сюжетов, он убедился, что наблюдается определенная связь между ними, хотя графические и литературные образы сближаются не только по сюжету, сколько общностью тематики». Конечно, не только в этом эстетическое значение живописного наследия Лермонтова. Оно является и ключом к разгадке его биографии, и литературного творчества, и самоиллюстрации к его произведениям, и отражениям его художественных вкусов. Вместе с тем, многие живописные произведения Лермонтова имеют собственную ценность. Недостаток выработанной техники устраняется их выразительностью, способность автора при помощи нескольких штрихов деталей передать драматизм ситуации, создать зрительный образ, о чем говорят карандашные зарисовки, рисунки и наброски на полях или обложки, как, например, на обложке черновой рукописи «Неоконченной повести в один». Наиболее значительной работой, посвященной теме Лермонтова художник, является статья Пахомова «Живописное наследство Лермонтова», в которой собраны богатые факты биографии поэта, дано подробное описание его картин, рисунков, установлена их датировка, уточнено авторство, рассмотрено историей создания. Исследователь впервые дает классификацию всего изобразительного наследия поэта, выделяя в нем пять групп – живописные произведения на военную тему, пейзажи, портреты, иллюстрации и автоиллюстрации, а также карикатуры, наброски, фрагменты невоплощенной композиции, рисунки безотносительно к натуре. Если обратиться, собственно, к литературным текстам Лермонтова, то нетрудно заметить, что в ряде случаев ее могут совместить с той или иной группой самого изобразительного наследия поэта. Но наиболее любопытным в этом отношении является, как я уже говорил, незавершенный роман Евгения Люговская, который изобилует портрет на живопись. Вообще трудно найти в русской литературе другое такое произведение, где бы было столько произведений живописи этих экфрасисов литературно описанных. В нем без труда можно увидеть некоторые переклички с описываемых в романе литературных портретов с собственными живописными произведениями поэта и, конечно, с произведениями других художников. В Евгении Люговской портрет на живопись представлено, как я уже сказал, прежде всего экфрасисами, то есть описаниями произведений изобразительного искусства. Преимущественно, это прямые экфрасисы, представляющие собой непосредственное описание картин в доме главного героя Печорина. Полный экфрасис представляет собой загадочный портрет мужчины, подробно описанный автором романа. «Одна единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми ведущему в спальню. Она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения, и которому никто о нем не позаботился обидеть. Картина эта была фантазия глубокая и мрачная. Лицо это было написано прямо без всякого искусственного накладения или оборота. Свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо. Казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке. Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который круглый сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, выстремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которыми иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски. Испытывающий и ухаризменный луч, казалось, следовал за вами во все углы комнаты. Улыбка растягивала узкие сжатые губы. Была более презрительна, чем насмешливая. По классификации Яценко это не атрибутированные имплицитные фразы, не содержащие открытого указания на автора или картину. Он в тексте романа задает читателю установку на восприятие. Сначала в сознании воспринимающего выстраиваются изобразительные характеристики образа, затем посредством работы культурной памяти происходит поиск его художественно-исторических аналогов. Пахому без всяких сомнений связывал данный экфрасис живописи Лернтова. «Это не что иное», — отмечал исследователь, — «как точнейшее описание картины поэта преда Клерма». Давайте посмотрим. То есть это картина, написанная Маслом, 1932-1933 год. Ну, не буду я сейчас рассказывать эту историю создания. Я думаю, что все знают, но тем более времени нет. Ну, действительно, эта аналогия напрашивается, потому что Лернтовская картина, несмотря на слабую живописную технику, в общих контурах перекликается с рассматриваемым экфрасисом, то есть экфрасисом, который дан Евгений Леговской. Сам юный Лернтов, пытаясь создать себе романтическую биографию, придавал особое значение своей первой картине в красках портрет герцога Лерны. Изображенному на картине легендарному предку юный художник придал романтические канонические черты, напряженно оскор в глазах персонажа картины, потаен на страсть, которая подчеркивает плотно салкнутые губы. Сама история создания портрета герцога Лермы передана висковатым со слов Лопухиной. Тоже снаречиво об этом говорит. И, действительно, этот рисунок, как и другой Лернтова, можно соотнести с изображенным на страницах книги Леговской. Ну, здесь есть еще и аналоги. Это испанец. Набросок испанца. Тоже Лернтова. В этом мужчине с длинными волосами и самым рубахом с белыми воротняками, гордо взирающим на мир, тоже можно посмотреть не только один из вариантов легендарного Лермы, но и явное влечение Лернтова загадочными, сильными, умными и ироническими натурами, которыми изобил мужской портрет 16-17 веков испанской и голландской живописной школы. Свою картину Лернтов ставит в центре описания всего кабинета Пчелина. Она в определенной степени дорисовывает портрет самого хозяина. Вместе с тем, очевидно, некоторое сходство Лермонтовского героя, то есть описанного в этом экфрасисе, и, возможно, изображение Лермы с портретом герцога Лермы Питера Паульса Рубенса. На что, собственно, исследователи не обращали внимания. Описанный Лермонтов на страницах романа «Егиня Леговская. Мужской портрет» относится к, как называемому, диалогическому экфрасису. Лермонтов следует определенной схеме создания данного экфрасиса, смысл которого скрывается в диалоге персонажей или во внутреннем диалоге героя, а также посредством авторских иллюзий. В романе сначала описывается таинственный и загадочный персонаж картины, а затем диалог о картине ведет самим собой его главный герой Печорин. Его товарищи лишь дают ей общую оценку, называя его «порядочной картиной». Определенная разгадка смысла картины содержится также в авторском указании. На то, что Печорин назвал ее «портретом Лары». Герой одноименной лирической повести Байрона является одним из самых загадочных байронических героев, образ которого весь соткан из контраста в противоположность. В начале байроновской поэмы он предстает перед читателем опустошенным и усталым, равнодушным к славе и мирской свете, гордым и язвительным, а вместе с тем странным и страдающим. И как контраст дается экскурс в его детство. И в детстве он показан совершенно другим. То есть здесь уже тот прием, который будет использован потом в романе «Герой нашего времени». И там молот наполон страстями, стремлением к гармонии. Таким образом, в романе Лермонтов кроме социально-типологического способа характеристики своего героя странного использует культурно-типологическое сопоставление. Если в первом случае Печорин предстает как социальный тип, то во втором он культурный. Прием двойного зеркала, литературного, живописного, который использует автор романа, позволяет ему более масштабно представить своего странного героя, а также познакомить читателя с его художественной генеалогией. Он так же, как и его прототипы, предстает перед читателем единственной противоположности. Он может быть добрым и злым, обменным и благородным, способным глубоко любить, но быть коварным, мстительным. Он гордый аристократ, но сердце его способно к состраданию и раскаянию. Этот двойной способ создания образа с использованием социальной и культурно-исторической характеристики в полной мере Лермонтов разовет в своем главном произведении в романе «Герои нашего времени». Другим видом живописной фразица княгиния Вильковской является «Портретный карнавал», который представлен многообразием различных картин, украшавших столовую в доме Печорина. Лермонтов указывает на эти картины, но не описывает их подробно, выделяя лишь характерные детали одежды и портрета, при этом не называя ни художников, ни названия картин. Обратимся к писанию этого «Портретного карнавала». Цитирую. «Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах. Их темная и старинная живопись находилась в резкой противоположности с украшениями комнаты, легкими, как все, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин – одни полуногие, другие живописно завернутые в греческие мантии или одетые в испанские костюмы, в широкополых шляпах, с перьями, с прорезанными рукавами, пышными манжетами. Брошенные на этот холст рукой художников самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на действующих лиц – это комнаты, озаренные сотней свечей. Посредством этого портретного карнавала Лермонтов создает некий собирательный образ прошедших культурных эпох. Здесь нет ни конкретных лиц, ни характеров, есть только фигуры и маски. В эти художественные зеркала смотрятся действующие лица реального карнавала, то есть гости, присутствующие на обеде в доме Печорина и его матери. Изображая людей высшего света, как сосредоточие фальши и лжи, ярмарку с тщеславием, где каждый кичит своим богатством и происхождением, Лермонтов в своем описании гостей Печорина также использует этот прием маскарада карнавала, подчеркивая их претенциозность в одеждах, стилистике внешнего облика. Люди света здесь предстают как образы бездушных людей, приличен в тянутой маске в известном творении 1 января 1838 года. Характерным изобразительным приемом Лермонта является метанимическая изобразительность, посредством которой он дает язвительные характеристики светскому обществу, насыщает изображение иронии и сарказмом, подменяя при этом реальные описания лиц деталями одежды или внешности. Этот прием изобразительности, или так называемую внутритекстовую наглядность, он будет неоднократно использовать для обрисовки собирательного портрета разных слоев петербургского общества, как, например, в описании зрителей Александринского театра и, прежде всего, его женской половиной. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые ворнетки на дам без тона обыкновенных русских дворянок. И одни другим тайно завидовали необыкновенной красоте обыкновенных, обыкновенной, увы, гордости и блеску необыкновенных. У тех и у других были свои кавалеры, у первых – почтительные и важные, у вторых – услушливые и порой неловкие. В середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. Это была миниатюрная картина всего петербургского общества, подчеркиваю, картина. С любым интригой романа «Тема любви и мести» Печорина связано также с толкованием главного символического смысла картины в тексте художественного произведения. Поэтому здесь важна не столько сама изображенная словесная картина, а ее истолкование. В тексте романа таким экфрасисом является старинная картина, висевшая в столовой дома Печорина. На ней были изображены три фигуры. Старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одной рукой молодую женщину, в другой держал бокал с вином. Он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы неохотно поминуясь его грудным ласкам, перегнувшись через ручку кресел и, облокотясь на его плечо, отворачиваясь в сторону, прижимая палец к кустам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два ярких глаза и кинжал. Печорин интерпретирует эту аллегорическую картину в присутствии своей бывшей возлюбленной. Сюжет произведения неоднократно встречается в художниках эпохи барокко как надглядное изображение коварства и расчета молодой женщины, придающей свою любовь ради денег. Печоринская интерпретация – это явная месть в вере, которая, как ему кажется по расчету, вышла до старого князя Иговского, обманув его чувства и разрушив веру в женскую любовь. Но увидев, как страдает вера и понимая, что она продолжает его любить, Печорин раскаивается, вместе с тем не может дать себе подробного отчета, «Зачем ему это мелочное мщение?». Таким образом, посредством этого экфрасиса и следующее за его истолкованием с сценой Лермонтов объясняет одну из причин противоречия натуре героя, деленного ироническими чертами. Отдельного разговора заслуживает изобразительное мастерство Лермонтова в создании литературных героев романа Печорина, Красинского, Веры. Портрет последний Пакумов связывает с лермонтовским акварельным портретом иной Бахметьевой. Вот мы знаем, что оригинал трачен и сохранилась копия, выполнена художником Шулицем. На картине Лермонтова, возлюбленная его Варвара Пухина, представлена сидящей на диване, подпирающей голову правой рукой. Черные глаза грустные, задумчивые, над левой бровью заметна родинка. На голове ее... Ну, эта родинка потом будет обыгрываться, как вы знаете, герои нашего времени. На голове ее находится блондовый чепец, а на плечах платок с пестрой каймой. Не отгадывается женщина сильным характером и убеждениями. Конечно, явного сходства с лермонтовским акварельным портретом Варварил Пухиной литературный портрет не имеет. В нем больше подробностей и психологизма. Но отдаленное сходство все же можно отыскать. Обратимся к тексту романа. Княгиня Вера Дмитриевна была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка, с черными глазами, что придавало лицу его какую-то оригинальную прелесть. И таким образом, резко отличая его от других женщин, уничтожало сравнение, которые, может быть, были не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильными. Овал лица совершенно отеческий и прозрачность кожи необыкновенная. Беспрерывная изменчивость его физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколькими резкими, мешала ей нравиться всем. Нравится по всякое время. Конец цитаты. Сходство героини литературного портрета и живописного заключается в их миловидном внешнем облике, выразительных черных глазах, но, самое главное, их сильном характере. Именно это отмечал Лермонтов в портрете Вари. Это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственные убеждения, готовая принести счастье в жертву по правилам, но не полмолвее. Конец цитаты. Таким образом, портретная живопись в романе Лермонтова княгини Легасхай явление оригинальное, выполняющее множество функций для воссоздания авторской картины мира и характера героя. Трудно найти, как я уже говорил, русской литературы 19 века, но, может быть, только обрыв Кончарова я об этом писал, такое другое произведение, в котором представлено одновременно столько живописных фразисов. Но самое главное в этом романе, что Лермонтов художник и Лермонтов писатель взаимодополняют друг друга, добиваясь особой силы изобразительности и выразительности в обрисовке среды и портретах героев «Оскрытие главным конфликтом». Спасибо. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Интересно, вы рассказывали о женских образах он рисует, да, Лермонтов? Очень много, но не меньше, чем может быть. И я заметила на его рисунках очень часто встречается такой сюжет, что он сначала рисует женский образ, а потом перерисовывает его в мужской. С чем это связано? То есть он делает из женского лица мужское лицо. Вот как это объяснить? И таких зарисовок у него достаточно много. То есть сначала видно, что и антураж, и форма платья там явно, да, волосы. А потом черты лица приобретают вот характер лица. С чем это связано? Почему? Потому что большинство, вы знаете, карандашных рисунков, это Лермонтов создал период обучения в школе подпрапорщиков. И здесь много было и карикатур, и различных таких вот попыток перехода от одного изображения к другому. То есть это некая такая игра. Поэтому я как бы не ответил однозначно. А с другой стороны, конечно же, Лермонтов вот тяготел к этому. Значит, с одной стороны, он сочетал в себе эту нежность, трепетность души. И вместе с тем он тяготел вот к мужественному началу. Вот он как-то совмещал. Но это происходило часто подсознательно, мне так кажется. Я буквально даже рисовывал усы. Да. Что это... Ну, например, те люди, которые рисуют, тоже вот... Ну, вот я, скажем, когда мучился, тоже какие-то в УЗИ делал нарисовки на полях, кого-то рисовал, и потом тут же придавал усы там или что-то нарисовал. Мне кажется, что тут какая-то игра. Потому что, ну, здесь надо конкретно говорить. Я не готов так просто вообще ответить. Да. А вот Лермонтова как особую статью занимают грязящие парфеты. Которые грязят. Вот это специальное обращение занимает грязящие парфеты. Ну, вот я... Наблюдающие. Да. Вот вторую статью, которую я готовлю, то есть вот уже по живописи, хотя там живописи как таковой нет, а есть то, что мы называем, значит, литературные портреты, но выписанные в живописном манере, это в романе «Мир нашего времени». Мы знаем, что для Лермонтова очень важны глаза. Ну, хоть говорят пословица там «глаза зеркала души», но вы помните там, глаза его, значит, не смеялись, когда он смеялся. То есть это признак там или потаенности натуре и глубокой грусти. Вот это очень важно через глаза, это как окно какое-то в мир, вернее, из вне вовнутрь. И поэтому, ну, тут, конечно, это романтический все-таки прием. Хотя, в общем-то, это у меня и в следующих эпохах встречается. Ну, для Лермонтова глаза – это особо, да. То есть можно говорить о неком образе глаз, да. Ну, Лермонтов там обыгрывает нос, там пушки, ножку. Здесь, наверное, это уже такая игра, да. А вот если говорить о духовном, то, конечно, для Лермонтова очень важны глаза. Вот посмотрите, сколько раз он обращает внимание на этот портрет. Глаза Веры, глаза Мэри, там, глаза Печорина – это очень важно. Извините, какая вот эта электрика. Действительно, в мнении Ильгарского очень много введений изобразительного искусства, которые подвергаются литературному описанию. Вот характерные такие примеры экфразисов. И, среди прочего, есть один экфразис, достаточно загадочный. Но он не живописный, источники его не живописные, а скульптуры. Дело в том, что на камине у Печорина в комнате стоят три статуэтки. Да. Вот. Я, к сожалению, вот, я память сейчас стал слабеть. Вот. Две из них статуэтки композитора. По-моему, Моцарт и Пучин. Да. А третья статуэтка – Моцарт и Пучин, извините, Иван. Что за Иван? Вот. Четырехтомник 80-го года комментирует, что Иванов – это Александр Андреевич. Иван – русский художник. Автор картины «Имление христа народа». Ну, во-первых, с какой стати художник Иванов оказывается в компании с Моцарт и Пучин – непонятно. Кроме того, вообще не факт. Академическое издание Лермонтова указывает на то, что этот Иванов – довольно известный русский певец, который пользовался популярностью в 30-е годы и, среди прочего, популярностью скандальной. Потому что этот Иванов – певец был из простых, поехал в Италию сожироваться и не вернулся. Такой невозвращенец был. Но был очень популярный, популярный певец. В 30-е годы просто такой был муслим Магаман. В Екалье неститommes, а Ooh! В ходу «Ивановят» Шboarding в Магаман, также в «Иванових Сыновeee». earnest token «Ивановых В Магаман» Продолжение следует...